А мне подкрадываешься? Прочь отсюда! Проваливай отсюда! Да, проваливай! Прочь отсюда! Проваливай отсюда! Ну всё, ты меня достал! Нападать? Что мне делать? Нападать? Эй! Здесь тебе нечего искать! До этого момента нет О, ну тогда надо это наверстать Может, позже Больше тут взять нечего Это того стоило? Что ты тут делаешь? Уж точно! Не бегаю по окрестностям И не болтаю со всеми подряд Так что же тогда? Я гоню ром А ты мне мешаешь Так что проваливай! Эй, что ты тут делаешь? Я ищу стальную бороду Тогда лучше тебе попасть к нему на корабль У нас достаточно пиратов, которые здесь оседают Когда стальная борода отчалит Я буду на борту его корабля Хорошо Пока ты здесь, можешь пить Иди к бражнику и возьми себе рома Что ты можешь рассказать мне о бражнике? Парень, да ты, видно, не отсюда Бражник — это человек с ромом А человек с ромом — это человек с золотом Он все это построил И он платит мне, чтобы я следил за этим А я делаю золото Понимаешь, о чем я? Да Эй, ты здесь новенький, что ли? Я Морис Один из людей стальной бороды Что ты тут делаешь? Да особо ничего Золота-то нету А без золота нет рома Шлюх тоже нет Порожняк Расскажи мне о Токаригуа Да ты что, парень? Ты в Инквизиции, что ли, служил или как? Это же самая большая винокурня во всем Южном море Гонят ром? Наверное, работы у них хватает Ну, раньше так и было Но теперь, к сожалению, бражник перестал торговать с остальными Поэтому приходится изо всех сил защищать свой собственный запас Что ты натворил? Залез к бражнику и хотел спереть для себя пару бутылок рома Но Алистер, старый козел, меня поймал Мне удалось выпрыгнуть через балкон Похоже, тебе повезло Какое уж тут везение Теперь я не только сижу без капли во рту Так еще и потерял половину снаряжения Ничего не осталось, что можно было бы загнать Фланнигану Ну, ничего Пускай он только попадется мне Тот, кто бегает в моих шмотках Ты можешь попробовать еще раз? С моей-то удачей Нет, спасибо Но это мог бы сделать кто-то более проворный Давай я попробую Главное, не шуми Этот громила Алистер внимательнее, чем кажется Знаешь что? Я продам тебе план за пару золотых А ты сможешь оставить себе украденное Что за план? Хороший Ну так и быть, любопытный ты, мальчишка В основе моего плана скрытность Если это не про тебя Можешь попытаться пробить свой путь кулаками Но в этом нет никакого стиля Если ты понимаешь, о чем я Я куплю твой план Тогда смотри Комната бражника на самом верху Там есть чем поживиться Но еще выше Элая и Алистер Они тебя прогонят пинками И каков план? Надо дождаться, пока Элая не уйдет спать А у Алистера есть слабость к милашке Лоле Поцелуй ее от меня и сунь ей пару золотых Тогда она о нем позаботится Вот тогда и сможешь спокойно оглядеться наверху У меня полно своих проблем Тебе заняться нечем? Тогда потаскай воду Эй, я просто хочу поболтать Поболтать? Ты что, женщина? Как дела? Нормально Клинки наточены, а пороха вдоволь Ворота крепкие Да и бойцы не хуже Так что пусть только сунутся А если они нападут с берега? Ты же знаешь этих защитников При виде ворот Они теряют волю Но вот эти гады Которые Выползают из моря Как бы они За нас не принялись Что вы собираетесь делать? Вражник думает Что это все Из-за стальной бороды Эти твари появились Когда он тут обосновался И что? А ты как думаешь, сынок? Он проклят И если он уйдет Уйдут и крабы Каким оружием лучше драться с крабами? Крепкими сапогами Если дать крабу хорошего пинка Он падает на спину Чем ты потом будешь его добивать Все равно Можешь научить меня ковать? Да Самое важное в кузнице Это вода Так что ступай И натаскай воды Я не хочу работать на тебя Я хочу сам ковать клинки А что, дьявол, тебя возьми Тебе не нравится в моих клинках? Хочешь сам сделать саблю Придется заплатить мне Как заготовую Ясно? Научи меня ковать Самое важное Это температура Если сталь слишком горячая Готовый клинок Как следует не наточишь А если слишком холодная Сломается с первого удара И придерживайся того Что написано в чертежах Их не дураки писали А отмычки ты продаешь? Зачем тебе отмычка, парень? Чтобы шнырять по нашему порту И взламывать наши сундуки У Ларго неприятности Ничего получше не мог выдумать? Я знаю только одного Ларго И его тут нет Откуда же тогда у меня его бандана? А-а-а Ведь это действительно вещь Ларго Он сидит в тюрьме в Пуэрто-Сакарико Ну допустим, я тебе поверю И мне нужна отмычка, чтобы его оттуда вытащить Если для тебя это так важно, то плати Пятьсот золотых Дай мне отмычку Смотри, если только я узнаю, что ты что-то украл А делаю так, что мама не узнает Покажи мне свои клинки Вот, смотри Покажи мне свои клинки Покажи мне свои клинки Субтитры сделал DimaTorzok Это того стоило А, новое лицо Добро пожаловать в Токаригуа Что привело тебя сюда? Я слышал, что у вас тут хороший ром Ха, это ты правильно слышал, парень Что ты думаешь о стальной бороде? Ха, этот старый мерзавец Вонючий голоботяп Алкаш и грабитель Презирающий смерть воин Но... Но? Но все равно у меня нет для него рома Нет, рома Но ты же только что мне налил Парень Старые добрые времена закончились Я бы мог тут всех угостить Но загрузить корабль, увы А в чем дело? В сахаре В сахаре и воде Это ингредиенты, необходимые для рома А теперь угадай, чего у нас не хватает Сахара и воды? Именно А что с водой? Ну, просто не получаем И это при том, что источник у нас, считай, за дверью Другими словами, если хочешь помочь Воду я носить не буду Но за приличную плату могу надавать по заднице водоносом Это задание от Кертиса Он знает, что делать Значит, тебе нужен сахар Ну да Обычно об этом заботился старый Джек На южном берегу острова На краю джунглей Находится башня контрабандистов Если хочешь узнать, что происходит Найди башню и поговори с Джеком Вот у меня письмо для тебя В последнем полученном мною письме Моя жена прощалась со мной навсегда Посмотрим Может быть, ты приносишь новости повеселее Так Господину пирату Что за ерунда? Этот скот хочет получить возмещение ущерба за сахар, который мы украли Что за дичь? Ему нужен наш рум Ни за что Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!